Еще раз добрый день, Дмитрий, город Харьков, глава ЦАФ, и я хотел поговорить на тему Зарашемшон, наш любимый комментатор. Он, такое впечатление, что 250-270 лет назад он догадывался, что у нас будет эпидемия и будет карантин. Вот я сейчас вам расскажу его комментарий на главу ЦАФ, и вы тоже удивитесь, я надеюсь, удивитесь. Он разбирает несколько тем. Первая тема, которую разбирает Зарашемшон, он говорит, что лучше, изучать талмуд или приносить корбонот, приносить жертвоприношение. Если вы зададите этот вопрос обычному человеку, человек задумается и даже может ответить с разной степенью точности на этот вопрос. Зачат талмуд, это устная тора, это заповедь, приносить корбонот, это тоже заповедь, там есть храм, там нет храма и так далее. То есть можно отвечать. Зарашемшон, он отвечает, как всегда, по-своему. Он говорит, у нас существует два трактата талмуда. И они, можно сказать, противоречат друг другу. Первый трактат, это Миноход 110А. И там написано следующее. Я даже сейчас процитирую, чтобы не выдумывать. Это учит, что тот, кто занят изучением торы, считается, как будто он принес Алла, жертва всесожжения Минха, жертва питательная Синофрин, это наша любимая Хатат, а также Аша, то есть пять видов корбонот, пять видов жертвоприношений. И если человек изучает тору, то это то же самое, что он принесет эти все жертвоприношения. Трактат Миноход 110А. Просто замечательно, очень интересно. Другими словами, каждый, кто изучает тору, может не приносить эти жертвы. Есть другая Агмара, Таанит 27Б. Там описана беседа Бога и Авраама. Авраам спрашивает Всевышнего, что будет, это после того, как Бог пообещал Аврааму потомство и все, что с этим связано, землю. И Авраам спрашивает Бога, скажи, пожалуйста, а может не говорил, пожалуйста, а что будет, если мои дети, мои сыновья, мои праправнуки, они согрешат? Ты их уничтожишь? Как поколение потопа, как поколение Вавилонской башни? Может, говорит, не имеет смысла становиться прадцем еврейского народа? И Всевышнему ответил. Ответил он ему уже пасук Хами из нашей Торы. Дальше вы этот пасук знаете. Это союз между рассеченными половинками. Возьми мне телицу троекратную, кольца троекратно, овна троекратно, горлицу молодого Гоголя. Другими словами, Талмуд нас учит. Чтобы Авраам не боялся. Если народ согрешит, то нужно брать вот эти животные, которые здесь написаны. Здесь и горлица, и голубь, все на свете есть. Надо приносить жертвоприношение для искупления грехов. Но Авраам не успокаивается. И он задает уже третий вопрос. И тоже логичный. Он спрашивает, а что будет, если храма нет и жертвенника? И тогда Бог ему отвечает уже третий раз. Дети будут читать твои седр-корбанот. То есть порядок жертвоприношений. Все законы, детали, все моменты. Кто куда пошел, кто куда бросил, что съел, что куда поджег. И это приравнивается настоящим корбанот. Вот какой интересный диалог Всевышнего и Авраама. То есть Авраам согласен быть праотцем, но у него есть вопросы. Во-первых, если дети согрешат, видимо у него было какое-то предчувствие. И Всевышний сказал ничего страшного. Для этого дела есть корбанот, жертвоприношение. Но Авраам дальше задает вопрос. А если не будет возможности приносить корбанот? Не будет храма и жертвенника. И на этот вопрос у Бога есть ответ. Он говорит, пусть они читают седр-корбанот. То есть все, что мы с вами сейчас в Айкле читаем, особенно начало, это все седр-корбанот. Какие жертвы? Как они называются? Как они приносятся? Во сколько? Каким образом? И так далее, и так далее. И так далее. Вывод. Разве это не противоречие? В трактате Миноход написано, если человек учит Тору, то ему не нужно приносить за это приношение. Совсем. Его не интересуют эти корбаноты. А в трактате Таанит человек учит Тору и как бы приносит корбанот. Тем самым приносит корбанот. Один учит Тору и корбанот его не касаются. А второй учит Тору и это приравнивается к принесению корбанот. Скажите противоречия между двумя трактатами Талмуда. Дальше. Зера Шемшон приходит и создает два вопроса. Вопрос первый. Он говорит. Так все же, если мы учим Тору с вами, то грехи прощаются все? Или вообще они прощаются, а искупляются? Или не все? Второй вопрос Зера Шемшона. Надо учить Тору вообще для искупления грехов? Или только в части корбанот? То есть только читать вот эту главу Вайкра, Вайк, ЦАФ и так далее. И дальше он отвечает на эти два вопроса, которые сам поставил. Отвечает он на основе сборника Мидрашей. Называется Ялкут Шемони. Там интересно очень в Мидраше написана тема. У разных... Я не знаю, как это слово назвать. У Хохмы, у Невуа и у Торы и у Бога спросили одно и то же. Спросили, что будет с человеком, если он согрешит. Хохма – это мудрость, называйте, как хотите. И спросили у мудрости, что будет с человеком, если он согрешит. Ответ, конечно же, у самого мудрого из людей, царя Соломона, книги Мишлей. Там написано, зло будет преследовать грешников, а праведникам будет оплата добром. То есть у мудрости спросили, что будет с человеком грешником, и ответ безнадежный. Зло будет его преследовать. У пророчества, у Невуа спросили то же самое, что будет с грешником. Ответ уже, конечно же, у пророков. Не у самого умного человека в мире, среди людей, а у пророка Ехескеля. Там написано, душа грешника умрет. На самом деле это еще хуже, чем у Хохмы, у мудрости. Там написано, зло будет преследовать грешника, а тут душа грешника умрет. Это полная безнадега. Шансов нет. У Торы спросили то же самое, что будет с грешником. Ответ, конечно же, Торы. Ваикра, книга Ваикра, наша Ваикра, принесет Ашан, то бишь греха, повинную жертву, и грех искупится. У нас есть маленький просвет. То есть грех искупится. Но если он принесет жертвоприношение, это ответ Торы. Обратите внимание, как меняется постепенно настроение. Сначала мудрость говорит, зло будет преследовать. Потом пророки говорят, душа грешника умрет. Полная безнадежность. А здесь маленькая надежда есть. Принесет жертвоприношение. Грех искупится. Это спросили у Торы. Ну и, конечно же, спросили у Бога то же самое. Это все помидрашу Ялкут Шимон. Спросили у Бога, что станет человеком, если он согрешит. И ответ уже у царя Давида в Таилин 25.8. Царь Давид говорит, добр и справедлив Ашем, поэтому указывает он грешникам путь. Вот такое интересное мнение. Оказывается, он указывает путь. Даже жертвоприношения здесь нет. Вот такой хороший, добр и справедлив Ашем. Он их не будет преследовать. Он не будет, душа грешника умрет. Не надо грех искупать, приносить Ашам. Он просто Путин покажет грешникам. Я считаю, что это самый лучший ответ из этих четырех. Это не просто надежда, а это очень даже хорошо. Вопрос. Подожди, Дим. Прости, пожалуйста. Смотря как будет показывать, может он их будет преследовать бедами. И так далее, и так далее. Что такое путь? И что такое дорога? На иврите дэрэх. Дорога. Кстати, дорога на русском. Дэрэх на иврите очень похожие два слова. Наверное, кто-то у кого-то взял. Так вот, надо выяснить, что это за дорога грешников. О какой дороге идет речь. Ответ за Ашемшона очень простой. А дорогу, которую будет показывать грешникам, это дорога Тшувы. То, что мы называем слово Тшува. Возвращение к Всевышнему. Целые книги по этому поводу написаны. Ну, я думаю, все присутствующие знают, что такое Тшува. Зарашемшон говорит, Тшува, вообще-то, это подарок Богу-человеку. Подарок, я подчеркиваю слово подарок. Это способ очиститься от грехов. Дальше мы уже знаем, что Тшува состоит из нескольких, там, по рамбаму, четырех этапов. По некоторым, вот по Зарашемшон, три этапа. Азивата хэт, это бросить, нужно остановить грех. Потом идет ведуй, то есть, вот это покаяние. После этого, то есть, признание громкое вслух. Третье, это каббалат аль-атид, принятие на будущее. То есть, не делать этот грех в будущем. И так далее. То есть, Тшува, это и есть путь, который Бог дает грешнику. Есть интересный, ну, наверное, нужно сказать, что, собственно, приблизиться к Богу, Корбан, от слова лекарев, приближаться. Поэтому, вот это жертвоприношение, суть любого Корбана, приблизиться к Богу. То же самое, что искупить, очиститься от греха и приблизиться к Богу. Сделать Шуву. Есть интересный Мишлей, 15.8, а там написано следующее. Внимание, жесткие слова. Жертва нечестивых, мерзость перед Господом. Вот такое интересное. То есть, у нас есть какой-то гад, грешник, разратник, вор, бандит, который приносит жертвоприношение в храм. То, и судя по этому пасуку, жертва нечестивых, мерзость перед Господом, его жертва, этого грешника, не просто не имеет смысла, так она еще того хуже. Богу противна от этого Корбана. Точно так же, мудрецы, прокомментировали наш пасук в прошлой главе. Адам, 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 который приблизится из вас. Это слово вас, оно подразумевает, что человек должен сам себя в жертву принести на самом-то деле, а не животное. С этой мыслью, что он себя сжигает на костре, человек должен смотреть, как животное убивает и как оно сгорает. То есть, в данном случае, человек должен сделать чугу, только потом приносить жертвоприношение. А если человек приносит жертвоприношение и у него в голове нет никакого даже мысли на чугу, лучше не приносить, это еще хуже. Будет написано мерзость перед Господом. То есть, здесь Зарашемчон говорит как раз и разница между трактатом Миноход и трактатом Таанит. Первое, Миноход. Напомню, Миноход написано, что любой, кто изучает Тору, может не приносить жертвоприношение. Он говорит следующее. Если человек изучает Тору, надо заметить, что Тору нужно изучать правильно. с правильным намерением, с правильным учителем, с трепетом, с любовью, то он, этот человек, изучающий Тору, обязательно признает власть Ашем, власть Всевышнего, и он не будет грешить. И грехи ему искупать не надо. И не надо ему ни таких Корбано. Ему, лично, этому человеку, не нужна будет шува. Вот таких, я думаю, что у таких людей совсем, наверное, мало, если они есть. Но это идеальный человек. То есть, в трактате Миноход написано, что человек, который занимается Торой, Лаосок Бе Торат, то есть тот, который занят полностью Торой, ему нет необходимости приносить и дальше пять список Корбанот. В трактате Таанит, там, где написано, напомню, где у нас там Таанит, у нас написано в Таанит, что Бог Авраамом беседовал и говорит, если не будет храма и не будет возможности приносить желудоприношения и искупать грехи, тогда изучайте Седр Корбанот, изучайте все законы Корбанот и, собственно, это приравнивается Корбанот. Так вот, в Таанит уже про наших, про простых, про обычных людей написано. Ведь Авраам спрашивал у Бога про своих потомков, которые отойдут от Аташем, которые не будут учить Тору и соблюдать заповеди. Вот. И ответ Бога был, да, ничего страшного, бывает, отойдут, потом снова вернутся. надо приносить Корбанот, и грехи будут искупляться, очищаться, исправляться. А если нет храма, то надо делать изучение закона Корбанот, делать шугу. То бишь у нас просто противоречия между двумя трактатами нет. Просто они говорят о разных видах, можно в кавычках, людей. С одной стороны праведники, а с другой стороны обычные люди. Урок жизни от Зера Шемшона. Изучение Торы отодвигает человека от греха. Я скажу, что это Зера Шемшон не говорил, но в некотором смысле правильное изучение Торы оно подобно мочалке, хорошо намочаленной. Она каким-то образом начинает отмывать человека. То есть исправлять его качество, заставляет задумываться над смыслом жизни, над своим поведением, над поведением других людей. То есть это большая намыленная мочалка, причем с таким хорошим дезинфицирующим средством. Но это при условии, что правильное изучение с правильным намерением и правильным учителем. Потому что может быть эффект и обратный. Мы знаем в течение двух тысяч лет истории, что мудрецы в кавычках Торы они очень сильно опускались вниз по разным причинам. Но в любом случае Зера Шемшон говорит, что изучение Торы оно приближает к Богу и одновременно отдаляет от греха. Это не отменяет первого способа очищения от грехов с помощью жертвоприношений. Например, пророк Ильяу в свое время на горе Кармель он так и делал. Он с помощью жертвоприношения, которое все знают, изучали, он приближал простых евреев к Богу. Но сегодня, когда нет храма, есть только второй способ приближения к Богу. Это изучение Торы. Это первый кусочек из Зера Шемшона. Лена пишет, у меня программа по-испански говорит. Не, подри аустет ретелефонар аль нумер сегуэнте. Точно не по-испански, я по-русски. Так вот, Зера Шемшон предлагает второй кусочек и дальше мы видим ссылку на наш карантин. У нас есть несколько пасуков, вернее, мизморов, несколько псалмов Давида, которые посвящены благодарности. Некоторые даже из них названия имеют мизмор летуда. Например, мизмор, псалм благодарности. Это сотый псалм. Есть 58-й, там тоже благодарность. Но вот у нас есть особенный мизмор, это 107-й. Его читают 14 раз на Песах. Потому что один раз утром, один раз вечером. Он на самом деле короткий. У кого есть возможность, откройте. Это псалм 107-й. Он очень интересный. И вот, собственно, про него мы сегодня с вами и поговорим. Почему он такой уникальный, этот псалм? Уроки жизни из него несколько штук. Еще в прошлом году мы говорили, что самое любимое еврейское жертвоприношение это шламим. От слова шалом. Шламим во множественном числе. Потому что шалом будет и с Богом, и с человеком, и с коином даже. То есть все довольны. Если олаз сжигалась, человеку ничего не оставалось от ее мяса, то шламим доставалось всем. Богу свое сжигалось, коину доставалось, и 90% мяса доставалось человеку. Шламим, оно жертвоприношение, которое имеет множество подвидов. в отличие от жертвы всесожжения, там только один вид. Вот шламим имеет подвид это курбан туда. Жертва благодарственная. мы говорили много в прошлом году, поэтому я не особо буду писать, писать и рассказывать. Самое большое отличие туда других шламим, это два. Два отличия. Первое отличие, кушать надо день и ночь. Обычный шламим разрешается кушать два дня и ночь. А кто да, жертвоприношение благодарности, благодарственная жертва, необходимо кушать день и ночь. То есть тебе дают, как бы урезают сроки. Второе большое отличие, нужно помимо мяса, мясной, принести еще жертвы 40 хлебов. 30 из них будут из мацы сделаны, а 10 хамецные из хвостных вкусной булочки. Это тоже очень большое отличие. Причины. О причинах для такой жертвы мы тоже говорили. Четыре основных вида. По законам Торы, по законам Мудрецов их больше. Например, жених и невеста приносят эту жертву, но это уже законы Мудрецов, это уже в пророках мы читаем. А по законам Торы только четыре. Надо сказать, что обязательности приносить жертвы нет. Есть обязательность отблагодарить. А вот приносить жертвы это уже добровольно. Поэтому собственно Ишламим это добровольные жертвы. Хочу приношу, хочу нет. Но спасибо Всевышнему я хотя бы словами обязан сказать. Их всего четыре вида причин. Первая причина пересек пустыню. Вторая причина переплыл море. Третья причина отсидел в тюрьме. И болезни. Вот такие четыре причины. После того, как ты выздоровел, после того, как вышел из тюрьмы, после того, как вышел из, пересек море и вернулся из пустыни, надо было обязательно принести жертвоприношение благодарности. Мы тоже в прошлом году говорили, что Раши написал свой список море, пустыня, тюрьма, болезнь. Талмуд в Токтате Брахот написал море, пустыня, болезнь, тюрьма, поменял, как Раши в последние две. Хотя Раши поменял естественно после Талмуда. А Тейлим собственно первоисточник. У него вообще другой порядок. Пустыня, тюрьма, болезнь, море. Ну мы об этом поговорим. Море на последнее место. Мы сейчас об этом поговорим. Сегодня нет храма, нет возможности приносить жертвоприношение. Сегодня читают молитву в синагоге. Она называется Биркад Гомель. Благословен Ты Всевышний, Бог наш, Владыка Вселенной, который делает добро даже тем, кто не заслуживает. Сделал мне добро. Вот это на сегодняшний день заменитель этой жертвоприношения благодарственности. Вот мы знаем, что во время Машиаха останется только один тип жертвы, вот как раз такой. Поэтому то, что мы с вами учим, это очень важно. А если Раб Хаим Каневский прах, и что на следующей неделе придет Машиах, он даже купил, я так понимаю, себе, попросил, чтобы мы пошили белый красивый дорогой халат на Песах. Все говорят, каббалисты, что у нас на следующей неделе придет Машиах, поэтому у нас последнее занятие с вами, я не знаю. Так вот, когда придет Машиах, все жертвы станут ненужными, потому что пропадет Ецерара, пропадет грех, а вот жертва благодарственности останется, то да. Поэтому то, что мы сейчас с вами изучаем, это очень важно. Опять же, слово благодарность на иврите, оно то да, имеет два перевода. То да, это благодарность и то да, это признание. То есть, я признаю существование чего-то. Это может быть существование долга, я другую занял, и я признаю, что я должен. Это может быть признание существования Всевышнего. То есть, одно слово на иврите лего дот, оно имеет два значения в русском, признание и благодарственность. Поэтому, когда приносится жертва благодарственная, кто да, то человек одновременно делает два действия. С одной стороны, он благодарит за чудо, которое с ним произошло в пустыне, море, болезни в тюрьме, а с другой стороны, он признает существование, наличие Всевышнего, признательность, можно сказать и так. Вот. Надо сказать, то, что я в этом году узнал, вот эти четыре причины для жертвы Тода, они скрыты внутри слова хаим. Первый это больной, холе, первая это хет, первая хаим, первая буква хаим. Вторая буква море это ям, ям это ют, поэтому хаи, у нас уже есть две буквы слова хаим, сидит в темнице, в Таилим написано йошвей хоших, то есть сидит в темноте, первая буква ют, вот у нас уже вторая буква ют есть. Пустыня Мидбар это эм, поэтому слово хаим это имеет в себе акроним все четыре причины, легко запомнить эти четыре причины для жертвоприношения Тода. Жера Симшо берет 107-й Мизмор, где говорится о всех четырех видах, и делает несколько шикарных уроков жизни. Если у кого-то есть возможность, откройте 107-й, если нет, то я тут кое-что скажу. У него четвертый пасук, это он говорит от тех, кто заблудился в пустыне, прям так и написано, заблудились они в пустыне, на дороге пустынной города населенного не встретили. Это речь идет о тех, кто прошел пустыню. Дальше, 10-й пасук, сидящие во тьме и мраке, окованные страданием и железом. Это называется тюрьма. Дальше, 18-й пасук, всякую пищу отвергает душа их, и дошли они до ворот смерти. Очень важно, это болезнь, не просто болезнь, а смертельная болезнь. И 23-е, отправляющиеся на кораблях в море, совершающие работу на водах многих. Это как раз путешественники либо матросы, которые плавают в море. Вот у нас 4 причины, они разбросаны. У нас 107-й псалм построен следующим образом. Три вступительных пасука, а потом уже идут про каждый из этих видов деятельности 3-4 пасука. Больше всего написано про морских путешественников. Идем дальше. Это мне будет нужно. Вопрос первый, который издает Зерашемшон. Второй пасук написано. Скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. То есть Бог избавил кого-то от руки врага. Вопрос на иврите от руки врага звучит как мияд цар. Яд рука, мио цар это бедствие, напасть, несчастье. На русском переведено от руки врага. Я бы сказал, что это перевод сомнительный от руки врага. Но с другой стороны, нельзя переводить от спаса, от беды, от злой, потому что есть рука. А у кого есть рука? Наверное, у врага. Поэтому некоторые переводят рука мучителя, некоторые переводят рука врага. но если три пасука первые сто седьмого мезмора это общие, то почему они пишут про какую-то руку? Зарашемшон говорит, явно это относится только к одному, к тюремщику. Никакой руки у моря нет, никакой руки у пустыни, ну разве там может какой-то варан подойдет тебе, тоже руки нет. И даже у болезни руки нет. То есть мы говорим про тюремщика, про один из четырех случаев. Почему мы это пишем как вступление ко всем бедам? Говорит это Пшат, говорит Зарашемшон. И дальше он тут же отвечает, он говорит, ничего страшного здесь нет, я цар от руки врага, просто мы под словом враг, надо понимать не по Пшату, а по Драшу. А какой самый большой враг у человека? Это Ецарара. Второе название Ецарара это Сатан. Третье название это Царь Давид когда писал этот Мизмор, он как раз имел ввиду Мияцар от руки врага, от руки Сатаны. Он видел все четыре случая, которых я перечислил, везде была рука Ангела Смерти. И урок жизни отсюда же сразу делает Зарашемшон. Он говорит, дело в том, что Сатан, как и все в этом мире, это от Всевышнего. Сатану называют палкой Всевышнего. Наша задача в нашем мире не быть как собака, которую бьют палкой, а мы упорно с этой палкой боремся. Иногда, когда Сатан делает свою работу, например, когда убивает первенцев первую ночь исхода с 14 на 15 Несан, то не особо Сатан разбирается, кто виноват и кто не виноват. Это говорит Зарашемшон. То есть евреям было приказано, пусть только не скушали пасхальную жертву, закрыться тихонечко, сидеть у себя дома и не соваться на улицу, потому что там будет страшное дело происходить. И можно выйти и получить ни за что, что называется. Это очень актуально в наше время, вы понимаете, в связи с эпидемией. Когда Сатан делает свою работу, под руку могут попасть даже очень хорошие люди. То, что называется сегодня карантин. Позавчера я услышал раба Мизрахи, он сказал, смотрите, корона, это кетер, это десятая сфера. И дальше он рассказывает много-много про эту сферу и как она связана с нашим миром. Дальше, COVID-19. COVID, если мы напишем на иврите, поменяем одну букву вместо другой, получится КВДО. КВДО, это, извините меня, КВДИ, точнее. Это получится КВДИ, это одно земел Всевышнего. 19. 19 это число молитв, молитв Амеда Шманайсера. И дальше он рассказывает, собственно, очень интересная лекция, всем советую. Он собрал все мнения мудрецов, всех каббалистов. То, то, что Шемшон здесь говорит. Он говорит, Сатан это палка Всевышнего. Если он выходит на тропу войны, то впадают под руку все, и праведники, и неправедники. И желательно сидеть дома, и не соваться никуда. Работу Сатан закончить делать, потом выходим на улицу, празднуем, радуемся. Либо как евреи начинаем бежать в сторону Сукот, который дальше уже Мидбар, дальше Синайский полуостров. Это первый его урок и первый вопрос. Второй. Он говорит, давайте прочитаем третий посук. А третий посук очень интересный. Скажут, избавленный Господом, которых избавил он от руки врага. А третий посук, из стран разных собрал он с востока и запада, с севера и от моря. Вопрос. Собрал с востока, запада, с севера, моря, стран разных. Вопрос, что это такое вообще? У нас есть список людей после пустыни, после болезни, после моря, после тюрьмы. Откуда он их собирал? Какой восток, какой запад, какой море? Море тут понятно, север причем, запад, восток. Как бы написал, забрал из пустыни, из моря, из тюрьмы, из больницы. Нет, он написал додумывать нам, как собирать, кого собирать, зачем собирать. Это все задает вопрос Зера Шемшо. Как понять этот пасук вообще? Ответ говорит, есть в Рошашана 18а. И там есть некоторое маленькое противоречие. Противоречие следующее. Мы берем Дворим 4-5. Этот пасук постоянно любят все раввины надиктовать. Звучит он следующим образом. Ибо кто есть великий народ? Кому сильные близки, как Господь Бог наш, когда бы не воззвали к нему? Вывод из этого пасука. Когда бы не позвали Бога, он всегда близок к нам. Видно, что всегда Бог близок к народу еврейскому. 365 дней в году. Всегда Бог с евреями. По пасуку Дворим 4-5. Ибо кто есть великий народ? Кому сильные близки, как Господь Бог наш, когда бы мы не воззвали к нему? Это написано в Рошашана, что Всевышний на связи с евреями 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Но Зерашемшон говорит, есть же другой пасук, пророка Ешаяу, 55-6. А там совсем другое написано. Там написано «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». То есть у нас написано, что не всегда Он с евреями, не 365 дней в году, а всего на всего 10 дней. 10 дней между Рошашана и Йом-Кипуром, так называя Ямэй-Чува, то есть 10 дней Чувы. Именно в эти 10 дней Бог на связи с евреями, а все остальные 365-е, это только в дворим написано. Вопрос, неужели это противоречие? По дворим, по Торе написано, что Бог 365 дней с евреями всегда близок к народу, а у пророка Ишайяу написано, что только 10 дней. Что делать с противоречием? Ответ Талмуда, он говорит, есть большая разница между молитвой в Миньяне, 10 человек, и молитвой в уединении, когда человек молится дома. Молитвы в Миньяне, говорит Талмуд, они работают сразу и очень хорошо и эффективно в течение года, круглый год. А молитва одного человека, единственного личности, индивидуального человека, она работает только асерет ямейчува, только в 10 дней между Рошашаной и Йомкипуром. Есть другой момент, есть Марабрахо 29Б, там тоже интересно написано, когда молятся за кого-то, всегда надо эту молитву распространять на всех остальных. Например, давайте помолимся за то, чтобы выздоровел такой-то, такой-то. И нам нужно добавлять, и чтобы все болезни ушли из этого мира. И не важно про болезни, про страдания, про мучения и про Браху, в любом случае нужно расширять, стараться молитвы за одного и за всех, говорит Брахот 29Б. И даже если хорошую парнасу вы молитесь для Мойша или для Йосифа, все равно нужно эту же парнасу, этот заработок распространять на других людей. Ничего страшного, говорит Заре Шемшон. Вот, то есть у нас вот две идеи, даже три. И Заре Шемшон берет эти идеи и объединяет, объединяет три идеи. И он говорит, и что касается нашего карантина, вопрос у нас какой был, зачем надо восток-север, запад от моря, зачем нужно их всех соединять. И он говорит, он берет Всевышний, все страдания, все мучения, опасности и несчастья всех людей, которые находятся вне Миняна, которые находятся по всей территории Израиля. Один молится на юге в Бер-Шеве, второй молится на севере в Хайфе, третий молится где-нибудь там на пляже в Батьяме на западе. И даже человек, который в Ткоа на востоке, один, дома, молится и чего-то просит, у него что-то болит. Так вот, Всевышний берет все молитвы одиночек и соединяет их в одну большую общественную молитву. Говорит Заре Шемшон. Всех людей и после болезни, и после тюрьмы, и после опасного путешествия, и после пустыни, и после морского. Вывод. Сейчас в Израиле впервые за много-много лет закрыты все синагоги. Миняна там нет на сегодняшний момент в большей части стран. И эта мысль Зара Шемшона очень актуальна. То есть, нельзя забывать, особенно евреям, молиться три раза даже дома, даже на даче. Все молитвы, они работают. Всевышний берет их и соединяет. Шахарит, Минхам, Ариф, она работает. И для некоторых людей гораздо проще молиться в синагоге. По разным причинам. Но, тем не менее, нужно себя пересилить, говорит Зара Шемшон. И даже если молитва в одиночестве, нужно ее делать. Всевышний доделает ту работу, которая нужна. Именно поэтому и написан третий посуд. Из стран разных собрал он их с востока и запада, с севера и от моря. Всех-всех-всех людей. Пожалуйста, скажите, может быть, Зара Шемшон знал про наш карантин и знал, что не будет миньянов сейчас в Израиле. Третий вопрос Зара Шемшона. У нас пасук, вернее, 107-й Мизмора и 4 пасука. И каждый раз, после того, как он называет тип человека, например, спасся от болезней, вышел из тюрьмы, моря, вышел здоровеньким, обязательно стоит фраза о его спасении. И она по-разному. Например, когда речь идет о спасенном из пустыни, по сути, в шестом написано «И возопили они Господу в бедствии своем, от нужды их он спас». Так вот, «спас их» на иврите «я-ци-лем». Все знают слово «гоцилу». «Спасите, спасите, хильфа, хильфа, хелп, хелп». Вот это слово «хатилу». И здесь используется «я-ци-лем», то есть он их спас, тех, которые из пустыни вышли. Это шестой пасук. Запомните слово «я-ци-лем». Берем тринадцатый пасук, а там речь идет про вышедших из тюрьмы. И то же самое начало. «И воззвали они к Господу». Кстати, это очень важно, между прочим, в шестом они воззвали, а в тринадцатом они воззвали. То есть те, которые из пустыни они воззвали, а те, которые заключены, они воззвали. Но это неважно. В бедствии своем и от нужды он их избавил. У нас уже нет «спас их», а есть слово «избавил». На иврите это «йошием». Все знают слово «ягушуа», все знают и так далее однокоренные слова. Это уже не просто спасение, как «help», а это «rescue», это «salvation». Это в таком более глобальном смысле избавление, как избавление человечества от вируса. Это не спасение человека, который тонет, а это вытаскивание человека из беды в глобальном смысле. Я не знаю, как это перевести. Наверное, «избавление» или «вызволение». То есть когда речь шла про спасенных из пустыни, использовалось слово «яцилем», то есть «спасение» как таковое, когда речь идет про заключенных, то слово используется «йошием» «избавление». Как вы думаете, какое слово используется, когда человек выздоровел? «Диатнафтый пасук» «И воззвали они Господу в бедствии своем, и от нужды их он избавил». У нас слово «избавил» то же самое «йошием», то, которое и про заключенных из тюрьмы. А вот четвертое, самое интересное, про моряков. 28-й пасук. «И воззапили» у нас снова не вызвали, а воззапили. Воззапили они Господу в беде своей и вывел он их из несчастья их. Здесь совсем другое слово используется. Здесь «вывел». Там было «спас», потом «избавил», потом «избавил», а тут «вывел». Наиверение это «йоцим». Все знают слово «лэгоци». Вы берете что-то, вытаскиваете. Берете рыбку, вытаскиваете ее из пруда. Берете ведро из колодца. Это когда вы берете что-то, вытаскиваете. Это называется «лэгоци». То есть буквально моряков Всевышний берет за шиворот и вытаскивает из моря. Вот просто буквально. Спасение в смысле вытаскивать. Можно морковку вытащить из грядки. Вопрос Зара Шемшона. Почему такая разница? Почему заключенных и больных надо избавлять, а матросов надо вытаскивать за шиворот? Ответ Зара Шемшона. В чем особенность человека, который идет по пустыне? Если у него все нормально с водой, он не дурак, набрал хороший запас воды и еды, у него только две проблемы. Это животные и бандиты. Разбойники, которые могут попадаться, либо животные разные, начинают с корпионом, заканчивая еще какими-нибудь. Поэтому слово для спасения пустынников я их буду для краткости называть, называется Яцилем, спасите. Это просто тупо спасатели Малибу. Это люди, которые спасают жизнь. Поэтому используется слово Яцилем. Но второй, третий случай, там больной и заключенный в тюрьме. У них другая проблема. У них нет животных и бандитов. У них есть начальник тюрьмы и доктор. То есть они по идее могут не полностью верить Всевышнего. Не на 100%, а на 99%. Все-таки не Бог их спас. А начальник тюрьмы открыл своими ключами дверь и сказал иди гуляй. Или врач, который сделал очень хорошую операцию. И он молодец. Он меня спас от смерти. Точно не Бог. Поэтому у второй и третьей категории у больного заключенного у них проблема с бетахоном, с доверием Всевышнему. И поэтому их он уже не Яцилем, а Йошием. Он избавляет. Это уже совсем другое слово. Это глобальное слово. Это слово дорогого стоит. Четвертый моряк вообще не похож ни на первого, ни на второго, ни на третьего. У него когда штор, он вообще проблем с животными нет. Проблемы с бандитами нет. Дальше проблем с бетахоном с верой Всевышнего у него тоже нет. У него проблема другая. Как дойти до суши? У него спасение происходит в самый последний момент, когда его нога моряка вступает на сушу. Такого человека просто вытаскивают, физически вытаскивают. Его не вызволяют, не спасают, а его берут за шкирку или за шиворот, либо что у него там есть у моряка на голове, берут и вытаскивают. Физически вытаскивают. Урок жизни Адзера Шемшона. Бог слышит разные запросы разных людей. Все разные люди, у всех разные проблемы, и каждого он скажем так спасает по-своему. Кого-то так, кого-то иначе. Иногда в последний момент. Иногда человека даже с верой Всевышнего не полностью лады, и все равно руку Всевышний подает помощь даже такому человеку. Это урок жизни Адзера Шемшона по поводу почему у нас разные слова. Вопрос номер четыре Адзера Шемшона. Почему у нас разный порядок? Я вам говорил, что Таилим, а это первоисточник, у нас сначала пустыня, тюрьма, болезни, море. Мы только что с вами говорили. А Талмуд, когда обсуждают эти три группы, четыре группы людей в трактате Брахот, он море с последнего места ставит на первое. Море, пустыня, болезнь, тюрьма. Тюрьма самая последняя. Вопрос Зерра Шемшона. Почему порядок поменяли? Почему они посмели его поменять, во-первых? И все-таки этот Давид такой порядок написал в Тейли. Что случилось? Что произошло? Я скажу, что в прошлом году мы говорили несколько других версий, почему порядок разный. У Зерра Шемшона совсем-совсем своя версия, но тем не менее это интересно. Тем более он берет отсюда не просто версии, а еще и уроки жизни. То, что нам нужно, чего нам не хватает. Ответ Зерра Шемшона. В Талмуде то, что мы сейчас с вами изучаем, Талмуд описывает ситуацию евреев с точки зрения человека, который был среди евреев в момент изгнания. Я так понимаю, что это после разрушения второго храма. Он говорит, Талмуд, когда евреи вышли из земли Израиля, а точнее их выгнали, земли Израиля, то сначала они сели на суда морские и поплыли кто куда. Кто поплыл Европу, кто поплыл на Северную Африку, кто-то еще куда поплыл. Некоторые, наверное, и в Индии там чуть-чуть осели. После того, как они высадились на берегу, они начали идти по пустыне. Шли иногда мало, иногда долго. А что наступает после длительного пребывания в пустыне? Начинают болезни. Болезни могут быть очень серьезные. В итоге, после того, как они пришли, куда пришли, уже больном состоянии, они оказались в Галуте. Кто-то оказался в Галуте в Восточной Европе, кто-то в Вавилоне, а кто-то вообще в Марокко сидит. А Галут это и есть самая настоящая тюрьма. Даже иногда хуже тюрьмы. Смотря где они поселились. В любом случае, это порядок в Талмуде. То есть, Талмуд, он сделал свой порядок, исходя из обстоятельств на момент написания Талмуда. Ну, как они себе, мудрецы, это все представляли по очереди, так они и писали. Вопрос, но почему царь Давид другой дал порядок? У него в Талмуде море первое, потом пустыня, а у царя Давида в Таилим пустыня первая, на втором месте тюрьма. А море так вот, царь Давид совсем другой дал порядок. Он давал порядок по хронологии событий. Как происходили события, так и давал порядок. Более того, я скажу, Зерашемшон, он не просто написал свое мнение, а он еще и точные даты привел от момента создания Адама. Первый человек, которого выслали гулять по пустыне, как вы думаете, кто первый человек, который гулял по пустыне, бродил и чуть не умер? Кто-то знает? Агарь. 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 Ашэ. В 2047 году первый человек, которого выслали гулять по пустыне, не еврей, малолетний Ишмаэль. Это мнение Зерашемшона. То есть, четко было написано, что ему не хватало воды, и он ходил по пустыне. 2047 год, говорит Зерашемшон. Дальше. У нас пустыню мы закрыли, теперь тюрьма. Первый человек, который попал в тюрьму. Юсеф. Отлично. Это произошло, он провел 12 лет в тюрьме, это произошло в 2217 год, говорит Зерашемшон. Так, у нас море, пустыня тюрьма была, теперь болезнь. Вопрос. Первый человек, который заболел смертельной болезнью. Яков. Так говорят все. Я вам скажу много. А? Яку заболел. Первый заболел смертельной болезнью, это царь Иудея Хискиягу. Потому что Яков заболел, но не смертельной болезнью. Первый, вы мне задали следующий вопрос. Хискиягу после Давида был. Ну это уже мы сейчас с вами поговорим. То есть первый человек, который фактически в Танахе заболел смертельной и выздоровел, а не просто умер. Это царь Иудея Хискиягу. Раби Шимо, Раби Зерашемшон написал даже дату. 3045 год. О, как точно. Напомню, что Хискиягу заболел после того, как он отказался делать детей, потому что ему было пророчество, что будут от него нехорошие дети, внуки и так далее. И Всевышний его наказал за отказ делать детей. Так, у нас с вами уже был море, вернее, Таилин, пустыня, тюрьма, болезнь. Сталось море. Вопрос. Первый человек, который вышел с морской прогулки, живой и здоровый. Мор. Кстати, классно, слушаешь. Блин. Зерашемшон другого написал, но теоретически, да. Блин, надо будет задать Равину вопрос. Я бы так и написал, но Зерашемшон пишет другого человека. Йона, да? Да, Йона. Более того, Йона почему-то написал 3055 год. Не знаю, почему, как он вышел на эту дату. Вот. Но это было, то бишь, через 10 лет после того, как заболел царь, вернее, выздоровел царь Иудея Искияву. И у нас получается с вами, вот видите, с 2047 по 3055 от Адама все четыре. То есть, царь Давид, он, во-первых, у него был пророческий дух, и два из них, царях Искияву и Йону, он не мог знать и слышать и видеть. Он это все дело написал в псалмах. Может быть, Йона попал в беду, а Ноах это было повеление Всевышнего, поэтому это не считается. Наверное, да. А Ноах не морская же прогулка у него была. У нас опасность, абсолютно верно. У нас опасность для жизни. У Ноаха опасности для жизни не было смертельной. А у Йоны... Да, это была Митсва еще. Да, а у Йоны была опасность для жизни. Урок жизни отсюда из Адзера Шемшона следующий. Если у вас есть неразрешимая проблема в Торе, например, как у нас с вами, Талмуд и Таилим пишут разный порядок, то не надо падать духом. Не надо говорить, «А, это все фуфло написали, мудрецы Торы не знали, один записал, второй забыл, третий потерял, идем дальше». Несерьезно. Неправда. Если есть несоответствие, если есть противоречие, есть спор мудрецов, ищите, читайте, задавайте вопросы. Ответ есть, только его надо найти. И, в данном случае, Адзера Шемшон нам попытался найти такой ответ. Это тоже урок жизни. Проблем неразрешимых в Торе нет. Просто есть те, которые мы еще не разрешили. Вопрос номер пять по Адзера Шемшон. Какой он длинный получился. Вопрос номер пять. У нас четыре раза описываются наши путешественники, заключенные и выздоровевшие, но постоянно одна и та же фраза звучит. Четыре раза. Пусть благодарят они Господа за милосердие его и за чудеса его перед сынами человеческими. Зачем? Псалма Давида, видимо, было много пергамента, и он писал. Можно было это одно, один раз написать, и все. И нам будет понятно, что все четыре раза. Нет. Вот эта фраза, которую я сейчас продиктовал, она написана четыре раза. После каждого чудесного спасения, чудесного выздоровления, чудесного освобождения. Зачем надо писать, что пусть благодарят они Господа за милосердие, за чудеса перед людьми. Ответ за Рашемшон. Каждый раз, когда Бог делает нам какие-то чудеса, мы должны делиться этим фактом с другими людьми. Это называется персум-нес. Персум. Персум — это современное еврейское слово, это реклама. А персум — это распространение, раскрытие. Нес — это чудо. То есть необходимо то, как евреи, помните, в Хануку они ставят на подоконники свои зажженные Хануки, чтобы другие люди, которые шли по улице, видели, что евреи распространяют чудо спасения еврейского народа 2300 с лишним лет назад. То есть в данном случае это называется персум-нес. И человек, который один из этих четырех спасенных, каждый по-разному, он обязан распространять эту информацию среди других людей. Давид настаивает это. Настаивает на том, чтобы они благодарили и вспоминали. Поэтому он четыре раза пишет одно и то же. Царь Давид говорит, что эта информация поможет других людей привести ближе к Богу. А все человечество к избавлению. Сегодня, к сожалению, у евреев нет храма. Возможности принести благодарственную жертву нет. Но зато есть возможность распространять чудо. Даже если прилетел на самолете и пересек море, вы знаете, по современному закону, если летишь на самолете, но не пересекаешь море, то не надо говорить Беркат Гагумей. А если пустынь, наоборот, море надо, пустыню не надо. Очень интересно, почему мудрецы разделили. Но это надо уже спрашивать у серьезных равинов. Самолет-то пересекает и пустыню, моря. Понятно, что и там, и там условность. Понятно, и там, и там угрозы жизни особо и не было. Но тем не менее, многие очень религиозные люди, они после того, как прилетают на самолете, пересекали море, обязательно приходят в синагогу и читают эту Беркат Браху Гумей, Беркат Гагумей, которую я вам прочитал в самом начале. То есть у нас сейчас нет возможности принести Корбан, зато есть возможность прочитать эту молитву и рассказать людям, хотя бы своим друзьям, о том, что, представляете, я чудесно прилетел вчера из Киева в Тель-Авив. Жертва сама, Корбанод, животное, она добровольное мероприятие, а благодарность, она обязательна. Вопрос номер 6 по Зеро Шемшону и скоро заканчу. У нас написано, смотрите, у нас четыре разных вида спасения. После каждого из видов спасения написано, что надо поблагодарить и рассказать другим. и только в одном случае написано, и принесут они жертву благодарности и расскажут о делах его с песнопением. У нас рассказывать о делах его написано про все четыре случая, но про песнопение только в одном случае. Это про больных и излечившихся. Очень странно. Почему, когда человек переехал море, ему надо рассказывать, но без песнопения? Почему человек вышел из тюрьмы тоже рассказывает о делах своих и без песнопения? А когда вышел из больницы с песнопением? Я бы, честно говоря, в жизни не заметил на такой маленький нюанс. Это Зарашемшон. Он супер. Он говорит, почему другие три человека не могут рассказывать о делах с песнопением, а здесь это заповедь. Надо рассказывать с песнопением. От веры Зарашемшон. Человек может подумать, что вылечившийся, излечившийся не должен приносить благодарность к Урбантуда. Почему? Потому что, когда давалась Тара и даже во времена царя Давида, не было тех самых страшных смертельных болезней, о которых мы сейчас с вами знаем. Они появятся, эти болезни, причем в большом избытке, гораздо позже. Яркий пример болезнь Хискияву. До Хискияву были какие-то, наверное, насморки, смертельных болезней точно не было. И поэтому царь Давид, когда за много-много сотен лет до да нет, не сотен, вру, много, за несколько сот лет до Хискияву царь Давид предвидел и понимал то, что люди не понимали в его время. Они не понимали, за что благодарить Бога, за то, что у меня насморк перестал. Какое благодарение за выздоровление. Даже если мы уверены в нашем мире в 21 веке, что помогли импортные дорогие лекарства или какой-то врач супер нашелся профессиональный за хорошие деньги и сделал хорошую операцию, все равно необходимо благодарить Бога. То есть почему Давид написал с песнопением только в отношении больным, именно это он имел ввиду. Люди могут как бы подумать, что выздоровление это вещь сама по себе taken for granted называется по-английски. Она сама по себе берется, делается. То есть Всевышний здесь не при чем. Принимается за должное. Вот такой интересный мизмор 107. Я вам скажу больше, что я еще нашел двух-трех равинов, которые этот 107 псалм, они его разбирают с 3, 4, с 5 точки зрения. Вот представьте себе, теперь вы с вами, допустим, вы религиозный еврей и прослушали, теперь вы в синагоге читаете 107 псалм. Вы совсем по-другому будете воспринимать все эти слова, которые будете читать. Я считаю это очень правильно. То есть молитва, в данном случае чтение псалмов, оно должно быть осмысленным. Когда вы читаете, вы должны понимать и чувствовать и знать, что стоит за каждым словом, за каждой буквой, за каждым предложением. А те роботы, которые приходят и как прочитали, я считаю, что это, ну, я не равен, не имею права ничего, никаких выводов делать. Дима, вышел из тюрьмы, ты еще и женился, да? Что-что? Женился, это написано у пророка Ермиягу, вот, Хатан и Калах, жених и невеста, там написано, что они принесли жертву туда, и все мудрецы обычно спрашивают, прям там же, в Ермиягу, подождите, какая туда, какое благодарственное, у нас только четыре, и там же мудрецы объясняют, что по закону Торы у нас только четыре, а по законам мудрецов у нас есть еще дополнительные. Кстати, почему именно этот пасук, вернее, этот мизмор, этот псалм читают именно в Песах? Что особенного? Почему не в Суккот или не в Шавуот? Кто-то знает ответ на этот вопрос? Почему его читают в Песах, причем много раз? Там есть еще пятый глагол про освобождение во втором пасуке Геула. Общий, как бы, для всех четырех. Может быть, да, это общий для всех четырех, правильно. Так вот, почему этот пасук любимый евреев на Песах? И почему мудрецы Великого Собрания они решили, что именно этот Песах надо читать именно 107-й читать на Песах? Ответ простой, на самом деле. Весь еврейский народ прошел все четыре стадии. При выходе из Египта. Обратите внимание, пустыню перешел, перешел, море пересек, точнее, ему помогли пересечь, пересек. Не совсем море, говорят некоторые озера, но оно было похоже на море. С тюрьмы вырвался, вырвался, на горе Синай вылечился, даже Маше стал разговаривать, не заикаясь, вылечился. Единственные споры, знаете, возникают, я это от Раваша и Гиссера услышал. По поводу тюрьмы. Мудрецы считают, что не Египет был тюрьмой для евреев, а тюрьмой был Мидбар, пустыня, по которой он шатался 40 лет. Это очень-очень странно для моей логики, я не знаю, мне кажется, что все-таки быть рабом, это значит быть в тюрьме, но мудрецы, в данном случае Шай-Эгисов, он говорит, нет, у них, хоть они были рабами, их угнетали, но они не считались в тюрьме, а тюрьма это Мидбар, когда они не знали, что с ними завтра произойдет и куда дальше идти, и их 40 лет водили там туда-сюда, задом наперед, лево-направо и опять возвращаемся на прежнюю точку. Вот это было... ...попал, что пустыня и она является тюрьмой. Это легко доказать даже, потому что, когда ты хочешь выйти из тюрьмы или сбежать из нее, то тебя, как правило, ликвидируют. Точно так же было и с народом в пустыне. Если кто-то захотел убежать, а у нас одна такая история написана в Торе, то они нарывались сразу же на войну, смерть и погибали. И поэтому шанса выйти из тюрьмы до окончания срока вот этой вот избавления в пустыне было невозможно. Согласен. В любом случае, все четыре события, они были с еврейским народом в момент выхода евреев. И это намек, некоторый намек на Корбан туда. Корбан Песах. Напомню, что отдельная интересная тема. Можно ли приносить Корбан Песах, когда нет храма? Так вот, большинство современных мудрецов, и Маймонид пишет, я внимательно прочитал его законы про жертвоприношение, он там напишет, что на месте храмовой горы и нигде нет наличия храма у Маймонидов. То есть самое главное, чтобы была храмовая гора, и там приносится жертвоприношение Корбан Песах. То, что все нечистые сейчас и нет красной коровы, это не препятствие. И то, что нет храма, это тоже не препятствие. В сегодняшний 21 веке можно приносить Корбан Песах. И это Корбан Песах намек на Корбан туда, на ту самую благодарственную жертву. Даже дети во времена Абарбанеля заметили сходство Корбан Песах и Корбан туда. И поэтому они пели песню Ма Ништана, Балай Ла Газе. Так вот, Ма Ништана, что изменилось этой ночью. Как вы думаете, что с точки зрения детей Абарбанеля изменилось этой ночью? Учитывая то, что Корбан Песах напоминает Корбан туда. Булочки сдобные. То есть, когда приносились Корбан туда, там было 40 хлебов. 30 хлебов из муки и мацы, они были без квасного, а 10 хлебов это были булочки, они были квасные. И дети привыкли, что если папа приносит жертву, то да, приехал моряк из путешествия, то обязательно будет очень вкусная выпечка с доба. А тут Корбан Песах приносят мясо и приносят, собственно, мацу. А где же булочки? И дети заметили это, и они попели песню мани штана, балай лазы. Куда пропали наши булочки? Куда? Почему-то нас жесткая маца. Вот. Вот такой интересный пасух 107-й. Столько интересного из него вывел Давид, а из слов Давида вывел Зера Шемшон. И на этом я заканчу Зером Шемшоном. И, наверное, все, кто нас досмотрел в зуме, я выключаю запись.